Всем привет! Мы с вами гуляем в Банинс. Ничего себе Гербера. Горшочек 22 доллара. Тюльпанчики, между прочим, в горшочке можно купить 15 долларов. А тут какие-то мини-пюсенькие красотулечки. Раньше тут стояли орхидеи, а теперь стоят такие с большими листиками красивыми, с маленькими листиками красивыми и с такими, с разными листиками. Калладиум 19 долларов. А орхидея, что у нас по орхидеям? А ничего нету. Вот какие-то мини стоят, мини-пюсенькие. И такая одна-единственная стоит орхидея белая с розовой серединкой. Все. Все. Если ты хочешь потратить деньги на орхидеи, нет, они останутся у тебя в кошелечке. Ну, зато вот такие хоризонтемы красивые, гоните, как солнце. Такая красота неописуемая. Поэтому, бросив последний взгляд на эти орхидеи, переходим туда и посмотрим, чем там можно поживиться, полюбоваться, ну или вообще посмотреть что-нибудь. Вот тут такие цикламены, цикламены, цикламены. Осенние цветы. Ой, красивые какие. 13 долларов. Горшочек. Знаете, их так побрызгали. И они в таких каплях росы стоят. Ой, так красиво. Так и хочется их себе купить. Ой, что-то пахнет. Это они, наверное, пахнут. С этой стороны тоже 13 долларов цикламены. Что тут еще у нас? Кроме цикламена. Ну, кроме цикламена, что тут еще есть? Еще есть еще цикламены. То есть, посмотрите, со всех сторон цикламены. Цикламены, цикламены. А вот можно купить цикламен и за 4 доллара. То есть, такой маленький, симпатичненький, ничем не хуже. Это такой мини-мини любой расцветки. Вот, что тут. С этой стороны у нас гвоздичка, гвоздичка, гвоздичка и еще всякие такие цветочки минюсенькие. Ну, знаете, для сада. Чтобы ты посадил, и у тебя было такое разнообразие. И вот такие вот цветы, они дают такой вид, как будто это у тебя сад вырос сам. Это то, что называется английские сады. Там вот насаживают так. Ну, это, конечно, люди, которые учились на это. Вот они вот так вот насаживают такие сады. Ну, вы, наверное, видели, по телевизору такие, знаете, выражения. Английские сады. Вот если французские, то они такие там дорожки, там это все подстрижут. Английские сады. Вот они так высаживаются для того, чтобы создать впечатление, что это природой выращено. Природой. Вот такие цветочки. 21 доллар горшочек. Дарлин сизвайт. Дарлин сизвайт. А вот такого точно типа цветочек. Только с такими покрупнее цветочками. Прямо такие целые кисточки этих цветов. Ой, такие красивые. Так вот выглядит красиво этот горшочек. Розовая, розовая с белым. Очень красивый цветочек. Может, кто знает точно название. Потому что я тут читала, читала, то читала акватезии какие-то. Я боюсь ошибиться. Ну, очень красивый. Прямо выглядит так нарядно. Ой, что тут еще дальше? Ну, дальше всякие такие. Типа ромашечек. Типа ромашечек. Вот еще такие цветочки. Ой, такое разнообразие. Так, это кто у нас гелиотроп? Ой, я часто встречала название такое в романах. Гелиотроп. Но никогда не знала, как это выглядит. А выглядит оно вот так. То есть теперь вы будете видеть и знать, как выглядит гелиотроп. А дальше вот такие цветочки. Называются бейкопа. Пинг. Бейкопа. Розовая. Бейкопа. Знаете, она так будет у вас там где-то рядом с вашими кустиками расти. И будет создавать такое впечатление цветущего сада. Вот это вот то, что мне нравится в английских садах. Ну, и кустики, конечно, это вот потрясающей красоты. Это вообще, так я представляю, взять себе и посадить. Вот так вот где-то в каком-то участке своего сада. И рядом такие всякие цветочки невзрачные. Или взрачные. Такие вот, например, как азалия. Тоже можно посадить. Моя что-то одна азалия цветет так. Ну, такими какими-то вот такими вот цветочками не очень. Тоже у меня так цветет. А вторая почему-то перестала цвести. Не знаю, что-то ей там не подходит, наверное. А здесь вот такая красивая азалия. Интересно, не махровая вот. Я что-то думала, что они все одинаковые. Оказывается, нет. Вот такая белая. Она даже и не махровая. Ой, а вот, 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 вот какая. Видите, какой цветочек. Нифига себе. Такой розовый. Большой такой цветок. Красивый. Ой, даже так выразишься некрасиво. А это вот очередные кустики, которые можно посадить у себя в саду. Он называется капросма. Этот цветочек такой. Капросма. Знаете, какие красивые листики. И будет у тебя стоять целый год красивый. С такой капросмой. А это такая капросма маргарита. Тоже капросма. Ну, побольше листики. Вот. А тут вообще парадайз панч. То есть райский такой панч. Что такое панч? Ой, не помню. Ну, тоже. В общем, это все капросмы такие. Только разного вида. Очень красиво. Можно так сделать. Такую горку рядом с какими-то такими цветами, которые так более-менее высоки. Вообще потрясающе будет выглядеть. Здесь вот другие кустики. Знаете, я же хочу заметить. Это они как это? Вечно зеленые. То есть ты посадил, и у тебя будет садик всегда такой зелененький. С такими красивыми вот какими-то листьями. Ну, если у человека есть такой, знаете, художественный вкус, или ты приглашаешь специалиста, который может тебе так подобрать и сделать. Видите, вот здесь так даже подобрано по расцветкам. Здесь вот такого типа расцветка. Тут еще такие вот какие-то другие в зеленых тонах. То есть или вот такие вот, пожалуйста, посадишь такой кусик с такими вот какими-то листьями, пятнышком. И будет так очень красиво. То есть даже цветы цветами, но еще и вот такое вот будет красивое оформление вот таких листьев. Конечно, у нас там когда зима, и все это может вымерзнуть. Ну, может быть, можно какие-то, например, такие цветы держать в горшках, а потом, ну да, куда их забирать. Если дача, например, не отапливается, или если вы там ездите на нее только в летнее время, то, конечно, это как бы и неможливо такое что-то делать. А ну вот видите, вот смотрите, вот так вот такие вот штучечки можно посадить или вот такие вот. Господи, я не знаю, сколько тут, какая тут величина этого. Кто это такой? Мини туф какой-то, мини туф. Не знаю, листики, наверное, по 2 миллиметра. А вы так все это насадите, оно еще будет вот так вот как-то цвести. И будет выглядеть так красиво. Вот именно красиво. То есть, как бы глаз, глаз будет отдыхать, я имею в виду, на таком вот зеленом фоне. То есть, не знаю, мне очень нравится. А знаете, а возле входа в дом, между прочим, так красиво поставить такие деревца. А еще если посадить их в квадратные, вот такие горшки квадратные, и вот такие деревца, ой, они так украшают вход в дом. Мне так нравится, когда возле входа в дом стоят такие вот деревца. Еще их так подстригут, и они такие кругленькие получаются. Очень красиво. Так, ну здесь какие-то у нас папоротники, папоротники. Можно папоротни посадить. Ой, а вот лавровый лист. Пожалуйста, за 19 долларов можно посадить лавровый лист. Самый настоящий. Что-то мне не пахнет лавровым листом. Не знаю. Написано Bay Laurel, Лаурус Нобилус. Похоже, по крайней мере, на лавровый лист. Ну, я потерла листик и понюхала. А мне что-то не пахнет. Подозрительно. Ага, нюх у меня есть, потому что цветочками мне там пахло. Так, здесь всякие саженцы. Разные. Тоже. Сейчас можно сажать. Они вот без цветов. Ну, вот уже все в бутонах. Камелия. Это такая камелия. Вот с этого кустика будут вот такие красивые, между прочим, цветочки. А проходим дальше. Тут такие гибискусы. Красивейшие. Пожалуйста. Можно посадить у себя. И атриумы. Атриумы совершенно разные. Какого-то коня цвета. Смотрите. И красный. И какой-то бледно-розовый. И какой-то вот такой терракотово-темно-темно-красный. Как бы с коричневым даже, я бы сказала. И крупнее цветочки. И миленькие вот такие вот розовенькие. В общем, какой только хочешь. Такой расцветки есть. И какой только хочешь размер. Можно выбрать. А вот эти вот цветочки. Астромерия. Помните, я когда-то показывала в супермаркете букетики. Продаются. И кто-то написал мне название Астромерия. И я, конечно, ну, вряд ли бы я запомнила. А теперь вот здесь я прочитала и вспомнила, что тоже такие вот красивые цветы, которые здесь продают в виде букетов. Такой вот, какой-то насыщенный такой, это фиолетовый, я бы сказала, цвет. Такой более светлый. Вот есть красные такие. И вот такие красные. Красивые цветы, между прочим. Так, тут у нас что? В книгах по кулинарии было написано кисель из ревеня. Кисель из ревеня. Ну, что-то я так. Меня не впечатлило. Кислая очень. Надо очень много сахара сыпать. Поэтому так. Так, а это что у нас такое? Блюбери. Блюбери. Это голубика, наверное. Можно купить такой кустик, посадить у себя. А еще лучше покупить замороженное. Покупаешь замороженный пакет за 5 долларов, полкилограмма. Ешь себе сколько хочешь. Ой, а вот какая красивая, смотрите. Цикламент такой, да? Прям такой алый. Алого цвета. Красивый. Очень красивый. Вот здесь продаются папоротники. Папоротник – это один из символов Новой Зеландии. Вот этот называется Бостонферн. А новозеландский такой символ называется Сильверферн. У него такие большие листья, они так закручиваются. Очень интересно. Это такой символ Новой Зеландии. Папоротник. Так, а тут у нас кто? Я забыла, как эти цветочки называются. Ценерана. Как это? Сейчас посмотрю. Бабушка так брякнула. Это не Ценерана, а Ценерария. Ну, ты думаешь, что я что-то не то. Я как сердючко. Что я морозю? Что я морозю? Так и я. Что я морозю? Ой, такие красивые. Ну, вот я помню. Я помню у нас их в Украине всегда. Там на каких-нибудь конференциях или еще на чем-нибудь. Обычно вот такими цветочками там ставили там на сцене или еще где-то. Что-то мне так запомнилось это. Ой, ну, тут такие вот бегонии висячие в корзиночках. Очень красиво. Вот смотрите. И такие крупные, да? А вот здесь вот такая меленькая, очень красивая бегония с такими цветочками красивыми. Может, мне где-нибудь ее пытать? 27 долларов. Нет, я не хочу. 27 долларов – это дорого. То есть я как бы хочу что-нибудь подешевле себе, а не вешать такие цветочки. Итак, это у нас то Диантус. Называется Диантус. Это я уже выучила. А знаете, где я выучила? У меня там на Одноклассниках открыта игра, которую я играю уже 7 лет, 8 год. В пиратов, в пиратов. Тренирую мозги. И там цветочки надо выращивать. И там вот среди них есть такой Диантус. Поэтому я запомнила его. Там уже у меня уровень какой-то там скоро 6 тысяч будет. У меня внучка уже выросла. Я когда начала играть, ей было 7 лет. Она с меня смеется. Она говорит, бабушка до сих пор играет. Да. То есть ей было 7 лет, сейчас ей уже 14, а бабушка все играет. И конца, и края нет в этой игре. Так, а тут у нас такие анюточки миленькие. Кругом, боже мой, там кругом все обставлено цикламенами. Кто их купит? Я вот не знаю, зачем их столько выращивать? Кто их всего этого купит? Ну, тут вот собачечки наши красивые. Что тут еще? Традесканция тоже очень красивая. Ой, а вот такой горшочек с зайчиком. Купи себе горшочек с таким зайчиком. И будет тебе счастье с таким зайчиком. А это вот мешки с корой, кому надо. Пожалуйста, 20 величина. Вот, например, мешок 40 литров. 25-50 миллиметров размер. Сколько он стоит, не вижу. А стоит этот мешок 9 долларов. То есть сади свои орхидеи, хоть обсадись ими. Ну, я не сажаю. Потому что я не хочу. Оно гниет. Оно там, потом его, надо в нем там заводиться всякие. Грибы растут и прочее. То есть, поэтому я ушла от этого. Ну, вот, пожалуйста. А здесь засыпать, знаете, чтобы не было бурьяном. Натягивает такой черный полиэтилен. И сверху засыпает вот такой корой. И получается красиво. Бурьяны не растут. Так здесь делается. Так что тут у нас? У нас тут такие вот корзиночки с анюточками. Ой, как красиво. Они такие красивые. Я помню, мы когда там жили, получили квартиру в 61-м году. Переехали. А такой район, ну, как бы, города там был еще. Только начинал застраиваться. И там вот такие анюточки были. Вот такие вот. Вот такие вот. Вот такие вот были. Вот такие вот дикие. Дикие росли. Ой, так красиво было. Я помню. А мы дети, как дураки. Рвали их. И потом, ну, что, рвали и бросали. И я помню еще раз, как нас повезли на ту сторону Днепра. В каком-то классе, в девятом или в каком-то восьмом. И на такую полянку мы пришли. Боже мой. Там такие красивые были желтые цветочки. А мы их всех понарывали, букеты. Потом они эти цветы все завяли до вечера. Ну, и все их побросали. Я помню, мы когда уходили, я так оглянулась. Была такая красивая полянка. Мы приехали. Вся в цветах. Уехали вся истоптанная. Как дикари были. До сих пор вспоминаю. До сих пор мне это так неприятное такое воспоминание. С этой стороны от цветов тут рассада. Рассада, рассада всяких овощей, всякой зелени. А сейчас как-то не так много. А вот когда будет ближе дело к весне, будет больше всякой рассады. И можно будет покупать кто хочет себе. И надо из семян выращивать. То есть купи себе готовую. Так, а тут у нас лаванда. Лаванда за 4 доллара. Горшочек лаванды. Которая бывает разная, разная, разная. Тут еще анюточки. Вы знаете, я так люблю ходить по этому баню. Так ходишь как по райскому садику. И так красиво все это. Вот 8 долларов. Тут их несколько горшочков. Сколько их там? 8 штук. Разный горшочков. Пожалуйста, купи, посади, рассади. И будет тебе красиво. А вот, гляньте, анютки. Какой-то такой сказочной расцветки. Вот там такие поменьше. Как интересно. Да? Это такая желтенькая с темным. Даже не знаю, что это за темный цвет такой. А это такая темная с желтым. А это вот такая тут вот спряталась наполовинку. Как интересно. А вот какие. Я так люблю такие цветочки. Вот такие. Вот такие вот. Вот такие. Между прочим. Здесь как бы тут такой цветочек, я не знаю. 5 или 6 миллиметров. А вот такие собачки. Какие-то, между прочим, такая красивая розовая. Еще и такая вот она. Такая немножко махровенькая. Ой, как красивая. Вот какие-то тоже милипюсенькие собачки. Мини. То есть, вот такие вот большие. И такие маленькие. А что только нету. Вот тоже какие-то такие же манюсенькие цветочки. Только какие-то синенькие, фиолетовенькие. Ну, чувствуется, что осень. Знаете, так нет, конечно, такого шикарного разнообразия цветов. Но, тем не менее, тем не менее, при желании можно вот гераньку себе выбрать. Купить всего за 5 долларов какую-то красивую. У меня уже есть все эти красные. То есть, мне уже их там и ставить-то особо некуда. Так, тут дальше вот даже пустые прилавки эти целые. Так, что тут у нас? Бегоньки какие-то, по-моему. Маленькие такие еще. Это я, так сказать, перебежала вот сюда. Где эти тут герани, пеларгонии и так далее. Вот это ж такая, как моя. Моя сейчас там цветет у меня. Один цветок уже отцвел, второй хочет распускать. Красивые такие. Ну, тоже, как бы некуда. Некуда ставить уже. Балкон надо расширять. Так, а тут у нас... Ой, азалии какие красивые. Вот у меня такая азалия, но она почему-то не хочет свистеть. Не знаю почему. Ой, а вот какая красивая. Ляньте. Такой красивый цвет. Или вот такая азалия. Очень красивая. А музыка надрывается. Я не знаю, как это можно работать, чтобы ты-то целый день тебе так, извините, по мозгам барабанила. Все-таки это утомительно. Можно как-то и потише сделать. Я не думаю, с точки зрения покупателя это как бы даже и неприятно. Так, а тут какие-то цветочки. Как они называются? Но они еще не цветут. Такой цветок называется. То ли тай бачина, то ли ти бачина. Блумун. Голубая луна. Будет вот такой вот красивый цветок, но они еще не цветут. Они тут разные. Разного вида. Интересно, а это кто? Теукриум. Теукриум. Какой-то теукриум. Такой интересный. Платинум бэби. Платинум бэби. О, господи. Чего только нету. А здесь вот такие саккуленты, которые, я помню, у нас на кладбище сажали как-то большая часть. Но здесь их садят где угодно, чтобы не поливать. Так, посадил. Вроде и цветочки. Вот. А вроде и поливать не надо. Вот такая эчеверия называется. Вот такая прям, как роза красивая. Так, ну, это вот этот у нас. Как он там называется? Сейчас его почему-то стали рождественник называть. А как он называется на самом деле? Зигокактус. Да, правильно. Зигокактус. Красивый. Смотрите, как цветет. Ну, это все знают такой вот. Этот в красных тонах, этот такой вот в более малиновых тонах. Такой, как бы, знакомый. Да, так написано. Крисмас кактус. То есть рождественский кактус. Да, правильно его называют. Рождественник. А я думала, это просто, знаете, такое народное название. А оказывается, он так и называется. Да, красивый. Ну, хочется бросить последний взгляд на цикламены. Эти такие тут по 9 долларов. Не знаю, чем они отличаются от тех, которые там по 12 были долларов. Или по чему, я чтоб не помню. Да, 12 были. Ну, наверное, чуть поменьше. Ой, это тоже такие красивые цветы. Очень красивые. Ну, ухаживать не умею за ними. Я уже сто раз говорила. И негде у меня им расти. Они любят прохладу. А у меня везде солнце. Везде жарко. Везде такое очень сильное солнечное освещение. И солнце печет, да? Вот такой красивый. С другой стороны, вот саженцы. Господи, какие красивые розы. Розы. Всего 17 долларов. Пожалуйста. Купи себе, посади. Это кто любит розы. Здесь очень красивые розы. Я вижу у людей. Цветут. Может, как попадут там, где к дочке. Поближе там. Можно будет пойти посмотреть, где у кого растут. Есть такие очень красивые розы. Они практически круглый год цветут. Ну, весной, конечно, побольше. Красивые такие. Смотрите, какая роза. Blue Moon, кстати, тоже называется. Голубая луна. Очень интересно. А вот такое название. Remember me. Помни меня. Хорошая, красивая роза. Я вернулась назад в помещение. В общем, как-то ничем не соблазнилась. Это вот тоже папоротники. 25 долларов. Такой кустик. Красивые. Знаете, такие прям кудрявенькие какие-то. Приятно посмотреть на них. Кто тут еще у нас есть? Ну, тут атриумы, атриумы. И такие вот цветущие каланхоэ. Ой, такой красивый цветок. Я никогда не думала, что каланхоэ так красиво цветет. Ну, в общем, на этом я так сказать. Заканчиваю свою прогулку по Банинс. Очень жаль, что ни на что не соблазнилась. Но, тем не менее, погулять было приятно. И я надеюсь, вам тоже было приятно со мной прогуляться. Всего вам доброго. Попадем еще в Банинс. Встретимся тут еще не один раз.